Добро пожаловать в наш канал! У нас очень интересная тема. И вот мне хотелось бы, чтобы ты рассказал нашим дорогим телезрителям, что же такое чемпионат по решению кейсов. Это какая-то новая программа у вас, да? Да, да. Значит, следует обратить внимание на то, что данный проект, первый республиканский чемпионат по решению кейсов, реализуется на территории Карачаево-Черкесской Республики впервые. И следует обратить внимание, что данный формат проведения мероприятий, данный формат организации и реализации конкурсных мероприятий является новым подходом для Карачаева-Черкесской Республики. Следует обратить внимание на то, что формат кейсов на сегодняшний день хорошо себя зарекомендовал в передовых странах, хорошо себя зарекомендовал на федеральном уровне, хорошо себя зарекомендовал в рамках реализации конкурсных мероприятий «Ано Россия – страна возможностей», которая является платформой администрации президента Российской Федерации, направленной на развитие человеческого потенциала, на развитие кадрового потенциала нашей большой Родины Российской Федерации. Что из себя будет представлять чемпионат по решению кейсов, что, грубо говоря, он в себе содержит? Первое – это, конечно же, формирование комплекса оценочных мероприятий, это те задания, что они из себя представляют. В течение, значит, августа и сентября месяца была наложена, значит, партнерские взаимоотношения с крупными предприятиями Карачаева-Черкесской Республики. Суть, значит, данных соглашений, проведенной работы в течение августа и сентября месяца 2020 года заключалась в получении информации от предприятий на сегодняшний день в части того, какие проблемы у них на сегодняшний день есть, какие задачи, какие вызовы перед ними стоят. И здесь, конечно же, та молодежь, которая будет задействована в решении данных проблемных, скажем так, ситуаций для предприятий Карачаева-Черкесской Республики, будет выполнять функцию свежего взгляда, нового формата, нового подхода в решении установленных задач. Так, интересно, а вот если я задам такой вопрос, вот проанализировав всю эту деятельность, Ибрагим, и что предприятия, какие результаты дали ваши опросы, да, какие проблемы существуют на предприятиях? Следует обратить внимание на то, что в зависимости от отраслей, те кейсы, которые мы сформировали на основании предоставленных данных проблемных ситуаций предприятий, они совершенно разные. У кого-то вопрос связан именно с повышением производственных мощностей, с увеличением производственных мощностей, у кого-то он связан с внедрением новой продукции на рынке, то есть здесь больше маркетинг и эффективная реализация рекламно-информационной кампании. То есть проблемы, они разнополярные, можно даже так выразиться. Ибрагим, мне знаешь, что интересно, какой вопрос, почему стала необходимость в Карачаево-Черкесии провести все-таки чемпионат по решению кейсов? Следует обратить внимание на то, что чемпионат по решению кейсов, если мы, скажем так, все содержание данного формата проведения постараемся сказать в двух словах, то это будет ярмарка талантов. То есть молодые ребята проявят себя с точки зрения того, обладают ли они необходимым уровнем аналитических способностей, умеют ли они работать с большими данными, умеют ли они предлагать новые форматы решения, есть ли у них высокий уровень креативности, скажем так. И следует обратить внимание на то, что вся концепция проведения данного мероприятия заключается в том, чтобы мы со своей стороны оказали содействие в прохождении стажировок, трудоустройства, эффективной реализации пути, скажем так, карьерного развития нашей прекрасной молодежи Республики. В каком формате все это будет проходить? До 30 октября 2020 года принимаются заявки на принятие участия в первом республиканском чемпионате по решению кейсов. 30 октября это совсем скоро, друзья. Это совсем скоро, да. 22 у нас на календаре. Да. Значит, следует обратить внимание на то, что после того, как сформирован перечень команд, которые принимают участие в чемпионате, 10 числа, 10 ноября этого года для них будет проведено образовательное мероприятие, в рамках которого эксперт по проектному управлению, проектному менеджменту познакомит их с тем, как правильно готовить решение кейса. Какой пакет документов он себя должен включать, из каких слайдов, с каким содержанием должна, скажем так, должна быть представлена презентация, как должен быть оформлен проект сам, решение, которое предлагается по непосредственно тому кейсу, который, значит, предложен команде к решению. Значит, затем, в период с 10 по 17 число командам будет предоставлено 7 календарных дней для подготовки решения предложенного кейса. 18 числа состоится презентация решения этих кейсов, на котором в конкурсной комиссии будут, значит, находиться руководители кадровых служб, руководители, менеджмент данных крупных предприятий Карачао-Черкесской республики, в том числе и представители органов исполнительной власти, у которых есть заинтересованность в привлечении новых молодых кадров. Насколько молодых ты вот второй раз упомянул? Молодые люди, да? И вот насколько? Здесь именно речь идет о студенческой молодежи, о студенческой молодежи учебных заведений высших, то есть, значит, высшие учебные заведения Карачао-Черкесской республики и только Карачао-Черкесии имеют право направлять команды со своей стороны для принятия участия в данном мероприятии. Прекрасно. Вот ярмарка талантов. Кто же примет участие в ней? Примут участие наиболее инициативные ребята, которые, скажем так, не ждут с моря погоды, которые готовы показывать свой уровень компетенции, знаний, навыков, инициативность, что в свою очередь и привлечет, по моему мнению, работодателей, руководителей крупных предприятий для дальнейшего привлечения сначала на стажировку молодых людей, а затем и трудоустройство. На сегодняшний день одной из самых больших проблем для не только Карачао-Черкесии, для всей России является качественное прохождение процедуры, практик. То есть, в основном это систематизация документов, это перекладывание одной стопки в другую, и категория эффективной, ее отнести очень сложно. Результатом прохождения, эффективного прохождения чемпионата по решению кейсов будет получение сертификатов на прохождение стажировки. И следует обратить внимание, что с работодателями мы со своей стороны подписали соглашение, на основании которых со своей стороны работодатели обязуются организовать и реализовать наилучшим образом процедуру прохождения стажировки для молодых людей, которым в свою очередь они со своей стороны предоставили сертификаты. И здесь как раз таки те молодые ребята, которые на протяжении периода проведения стажировки покажут себя наилучшим образом, соответственно, и получают шанс трудоустроиться, и при том трудоустроиться на хорошую позицию. И здесь следует обратить внимание на то, что имеет место быть, и факт того, что они будут лично знакомы с руководителем предприятия, крупного для Карачаева, Черкесии, для Северско-федерального округа и России, что в свою очередь поможет им на основании наличия личного контакта более эффективно продвигаться и самореализовываться в профессиональной деятельности и по карьерной лестнице. Ибрагим, ну мне кажется, что всем нашим телезрителям понятна эта тема, потому что разжевали мы ее как могли, да, очень-очень подробно рассмотрели со всех точек, но давайте подытожим, что же вы ждете от чемпионата. Следует обратить внимание на то, что целью работы Дирекции кадрового резерва главы Карачаева-Черкесской республики, которая ответственна за проведение данного мероприятия, цель, заложенная главой, это оказание и содействие в успешной самореализации в профессиональной деятельности жителей Карачаева-Черкесии на крупных предприятиях, в органах исполнительной власти Карачаева-Черкесской республики. И чемпионат по решению кейсов, первый республиканский, как раз и является такой возможностью для студенческой молодежи нашей республики, которая, в свою очередь, не была охвачена в рамках реализации проекта главы Карачаева-Черкесии кадровый резерв. Замечательно. Что ж, друзья, у вас есть время до 30 октября, и, Ибрагим, наверное, стоит сказать, куда принимаются заявки, да? Да. Следует обратить внимание, что вся информация о том, в какой форме должна быть направлена заявка, о том, что она в себя должна включать, и положения о проведении конкурса размещены на сайте кадры.кчер.рф. А можно здесь еще вот один подвопрос? Так как я работаю со школьниками, я знаю, что вот есть такая проблема, когда мы принимаем заявки, что не все знают, как оформлять их правильно. Вот скажите, пожалуйста, вот когда вы принимаете эти заявки, насколько народ, жители Карачаева-Черкесии готовы принимать эту новую информацию, вот эти вот нововведения, много бумаг, когда заполняется, да? И насколько правильно с первого раза они присылают вам заполненные заявки? Ну, здесь статистика такова, что в 50% случаях примерно, если утрировать, то в 50% случаях заявки заполняются удачно с первого раза. Прекрасно. Но мы со своей стороны являются открытыми, лояльными, готовыми к сотрудничеству, и по этой причине мы всегда даем обратную связь, отзваниваемся, говорим о том, что уважаемый участник, в рамках заполнения формы участия вы запустили такую-то незначительную ошибку, просим вас внести корректировку в течение такого-то времени. То есть мы делаем это в среднем два раза. Вот. И всегда стараемся со своей стороны быть открытыми и реализовывать все конкурсные процедуры на все 100% открыто, на все 100% честно. Это очень здорово. Если есть ресурс, который позволяет еще и проговаривать с человеком те ошибки, которые он совершил для того, чтобы он их изменил, то это вообще замечательно. Здорово. Что ж, друзья, вот на этом наша беседа подходит к концу. И, Брагим, что бы в это утро вы пожелали всем, кто нас сегодня смотрит? Уважаемые жители Карачаева Черкесской Республики, нашей прекрасной малой родины, желаю вам прекрасного и продуктивного дня, чтобы все, что вы задумали к реализации в этот день, получилось самым наилучшим образом. Но если вдруг даже что-то не сложится, то не расстраивайтесь. Упорство является основополагающим элементом достижения результатов. И не забывайте принимать участие в проектах Дирекции кадрового резерва главы Карачаева Черкесии. Мы нацелены на результат и на успешную самореализацию в профессиональной деятельности каждого жителя нашего региона. Великолепно! Продолжаем эфир!